итак перед нами стоит задача прогрунтовать шпалеру для живописи на деревянной основе первый слой как вы знаете была марля и мы сделали один один слой уже грунтовки мелом и клеем а теперь перед нами стоит задача чтобы мы добавили еще один слой и разница между ними в чем состоит что первый он довольно шероховатый то есть грубоватый а второй должен быть уже более густой и он должен покрыть все эти наши ямы от марля теперь перед нами две задачи мы должны решить как мы делаем мы берем клей перед этим готовим конечно и делаем его жидкой жидким таким это обычный обычный клей а также мы приготовили вот этот мел который мы размельчили и провели через несколько сет и мы должны сделать это таким образом чтобы он был чистым и у нас две опции или взять понемножку из клея и наливать сюда или наоборот то есть может можно сделать и так и так но уже контролировать эти пропорции поэтому я вот решил взять из мелко порошка и добавлять понемножку в стаканчике с клеем клей в этот раз должен быть немножко не такой густой как первый раз и каждый раз мы смешиваем чтобы он был довольно хорошо смешан а а потом еще добавляем он сейчас пока жидковатый добавляем еще и в принципе одна коробка мела должна нам хватать на грунтовку следующего слоя она сейчас уже более жидко как сметанка но еще нам позволяет еще добавлять то есть лучше уже на этом этапе хорошо смешать ее чем остановиться на каком-то этапе и заново запускать процесс или делать порционно кусочками то есть это не так работает надо делать все с одного раза вот сейчас я решил добавить еще немножко смотрю по густоте и решение добавить еще немножко мило и опять смешивать еще немного чтобы он был густым уже не как сметана а идет немножко на как будто тесто мороженое если мы хорошо подготовили так но тогда тут не будут камушки и так далее а теперь мы это все выливаем сюда будем надеяться что нам эта порция будет хватать лучше поставить больше потом снимать чем означает чтобы не хватило ее вот так мы ее быстро вот начинаем распределять она должна входить во все эти ямы нашего первого грунтового слоя на этой шпалере мы будем писать портрет в стиле старых мастеров я постараюсь вам показать весь этот процесс как это происходит в том числе и грунтовку шлифовка прописи перенос рисунка все как делали старые мастера по сути это и есть один из самых дорогих видов живописи потому что не каждый в наши дни знает как готовить эти шпалеры правильные как подготовить эту кривкость так вот мы сначала поставили больше теперь должно снимать его и выравнивать даже если что-то выпадает снаружи это не страшно главное чтобы вы на этом этапе покрыли все края вы почувствуете как он начинает высыхать и это нормально нужно просто вот этот период быстро использовать для того чтобы убрать вот эти линии полоски которые не создаются или от клея или от мастихина или от каких-то камушек и примесей которые были в клею или в мину она должна быть уже на этом этапе в принципе гладенькой и если вы видите какие катушки или камушки или более широкие такие на поверхности лучше их убрать на этом этапе потом придется их отшлифовать и будут образовываться такие кратеры делается это довольно быстро и на это не должно уходить много времени и как я говорил задача покрыть все эти предыдущие ямы первого слоя мел довольно быстро сохнет ну и плюс в нем уже есть и клей вот в принципе то что мы ожидаем от второго слоя будет еще третий слой потом шлифовкой